Пам Болошин, мы вам и вы меньше давали часу нажать. Короткие реплики, до каждого из вас. Чертайте, пожалуйста, сейчас не выборок. Есть, знаете, можно всегда найти, знаете, какую-то закорлючку, но если бы такие искали закорлючки, я думаю, что Зеленский бы и президентом бы не стал вообще. А есть базовое правило в любой демократии. Все ключевые политические игроки партии, по крайней мере, которые реальные, ну, извините, все понимают, какие партии реальные, какие проекты, они все просто допускаются до выборов. Ну, единственный, кто может кого-то куда-то не пустить, это избиратель, если он не отдаст голоса. Поэтому первая ситуация, при которой просто не регистрируются списки, это уже проявление высшей формы недемократичности. Ну, как партия, которая номер один или там два, даже как по разным вопросам в регионе, может не регистрироваться на выборы. Но это немыслимо себе в Европе. Я помню, когда была история, от Тимошенко откололись ее же бывшие соратники. Нет, это важный момент, зарегистрировали под похожим названием организатора. Друзья, у нас одна хуйня кожи, и пустили на выборы тогда. И тогда Европа просто вот так трусила Януковича и заставляла. То есть поэтому, если вы... Сергей Ласенко, будь ласка. Сергей Ласенко, мы ее находка. На сегодняшний день мы бачим, что реакция Заходу как раз є дуже сквальна и позитивна. Почему? И что бы никто не говорили, на ней. Мы сейчас начнем его говорить. Друзья, коллеги, вы же не в парламенте.